Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, создатель бренда Ideal Forbes и франчайзинговой сети салонов профитинга. Сегодня мы в гостях в Ярославле у Натальи, нашего нового партнера, на открытии. И воспользоваться я хочу ситуацией и задать Наталье насущные вопросы, которые могут быть интересны для наших потенциальных партнеров, чтобы сразу развить некоторые мифы, которые существуют о франшизе. Наташа, здравствуйте! Здравствуйте, Татьяна! Поздравляю вас с открытием! Спасибо! Все прошло замечательно, я считаю, мастер-класс нас удался! Спасибо вам, что приехали! Да, с первыми продажами, такими официальными. Наташа, расскажите, где вы работали до бизнеса? Первый у вас это бизнес или уже есть какой-то опыт? И почему именно выбрали брофитинг, например, нестандартный масс-маркет? И почему Ideal Forms? Ну, начну с того, что до того, как открыть салон брофитинга, я занималась бизнесом, но бизнесом тоже достаточно специфичным. Я занималась медицинским бизнесом. Это интересная работа, это интересная профессия, но мне, как женщине, не хватало там красоты, эстетики. И поэтому хотелось внести вот в женскую свою жизнь какую-то частичку принадлежности, именно красоте, чувственности, сексуальности. А это, конечно же, нижнее белье. Почему Ideal Forms? Ну, вообще идея о том, чтобы открыть салон брофитинга, мне пришла года два назад. Тогда я начала смотреть, мониторить вообще какие-то организации, которые занимаются брофитингом. Почему начала мониторить брофитинг? Потому что у меня всегда была проблема подобрать нижнее белье себе. То есть от собственной боли, как и все боли. Да, от собственной боли. Да, это, наверное, самая частая ситуация, но я не знала, что она самая частая, но я шла оттуда. И когда я стала искать, я ходила на брофитинг в пару фирм. В Ярославле у нас их не было. Это была Москва. Да, мне там понравилась как бы сама атмосфера. То, что это достаточно такое приватное получается общение с клиентом. То есть это вот действительно все очень женственно, красиво. Но чтобы это была франшиза, был вариант. Я отправила запрос, мне ответили. Там действительно были расчеты. Я прикидывала свои возможности. То есть я действительно об этом задумалась. Но меня смущало то, что там очень высокий ценник белья. И меня смущало, что у них это было только-только начало. То есть они еще франшизу никому не продавали. Потом благополучно случился коронакризис. И я подумала, что, ну слава богу, что я в это не вляпалась, пока это не началось. Вот. И на год где-то я благополучно об этой истории забыла. Но все равно, видимо, где-то на подкорке, в подсознании у меня сидело о том, что мне это хочется, мне это нужно. И как всегда, когда ты чего-то действительно хочешь от всего сердца, тебе бог дает или судьба, или вселенная, не знаю, как это назвать, какую-то подсказку. И совершенно случайно я наталкиваюсь в инстаграм на профиль Татьяны. И я вижу, что у нас, оказывается, есть профит, профитер номер один. Что у нас есть франчайзинговая сеть Идеал Форумс. Идеал Форумс. Номинает международные премии за иконик, герой книги за иконик или вдохновляющие историю успеха, за вклад в развитие культуры профитинга и создание международной школы профитика номер один в России. Экспертность на страже красоты и здоровья. Награждается Татьяна Заголова. Так что Татьяна является партнером нашего проекта. И все участники вчера и сегодня получают подарок от Татьяны – сертификаты. До этого я ничего не слышала, не знала, и я начала активно смотреть. И я была настолько приятно удивлена, что тут уже вот все вот тебе расписано, пожалуйста, то есть есть предложение по франшизе. Я написала сразу же запрос о том, что я хочу получить предложение. Я его получила, это предложение, просмотрела. И, ну, я человек сомневающийся, прежде чем принять ответственное важное решение, я взвешиваю достаточно долго. И поэтому я решила лично приехать в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с представителем Эдэлфорумс и принять уже окончательное решение. Мы встретились с Юлей. С продажником. Да, с менеджером по продажам. Она мне принесла распечатки и скинула на электронную почту финансовые модели. Мы обсудили, какие требуются затраты на открытие, какие требуются временные затраты, какие требуются ресурсные затраты. То есть для меня это все было важно, опять же, посмотреть, как это выглядит в цифрах. Потому что я человек, который привык считать. На самом деле редкая женщина, которая делает акцент на цифрах. Потому что вот сколько партнеров, вот цифры обычно все углубляются мужчины. А у девочек, у них, знаете, такое-то бюстгальтеры, цветочки. Нет, я понимаю, это все красиво, это здорово. Но я понимаю, что в первую очередь это бизнес. Ну, правильно. А в бизнесе нужно считать. Нужно понимать, сколько ты вкладываешь и сколько ты получишь на выходе. И через какое время эти инвестиции вернутся. Вот, поэтому для меня было важно просчитать еще вот эти моменты, их осознать, принять. И понятно, что это риск. В любом случае, любой бизнес это риск. Никаких гарантий стопроцентных. Я понимаю, что мне никто дать не мог. Но я, как сама взрослый известный человек, должна принимать это решение ответственно, взвесив хотя бы ту информацию, которая у меня есть на данный момент. После встречи с Юлей решение мной было принято. Но у меня были определенные проблемы с документами, поскольку я меняла паспорт, фамилию. И немножечко эта у меня история затянулась на пару месяцев. Но это дало мне даже дополнительную возможность еще больше углубиться в тему. Уже понимая, видя, даже еще не покупая франшизу, а уже видя финансовую модель, я примерно представляла, что мне нужно подыскивать, о чем мне нужно думать по поводу помещения, например. Как это будет выглядеть. Ну, какое белье я еще тогда в тот момент не задумывалась, конечно. Это было вообще где-то далеко. Но вот такие вот общие вопросы, да, уже можно было продумывать и просчитывать. Как вам было на этапе запуска? То есть, вот у нас прописано 2 месяца, да, месяц мы обучаемся. То есть, комфортно ли вам было обучаться? На втором этапе хватило ли вам поддержки, консультации от меня, от сотрудников управляющей компании? Или хочется чего-то больше, да? Я хочу это знать, потому что мне важно понимать, как нам дальше выстраивать так, чтобы работа была эффективнее. Ну, и самый такой, наверное, у всех вопрос, это про помещение, да, то есть, какое оно брать? Почему не торговый комплекс, да? Потому что у нас же есть разные форматы, есть шоурум, есть салон. То есть, салон предполагает там либо первую линию, либо торговый комплекс. То есть, вот эти вот приоритеты, как у вас, как сыграли? То, что шоурум, я считаю, что это вот наша фишка, которую мы, собственно говоря, придумали. И она нам в этот период непростой сыграла нагло. Я тоже считаю, что формат шоурума – это самый оптимальный формат работы брофиттера. Честно говоря, я даже не представляю, как это происходит в салоне. Ну, просто должно быть сразу несколько примерочных, это несколько сотрудников. Несколько сотрудников, да. Это другие вложения. Это другие вложения, да, это совершенно другая схема. Я, как вот человек, который привык сначала все попробовать на себе, почему выбираю такой формат, я изначально думала о том, что, например, потом у меня будет когда-то салон, да. То есть, у меня появится еще одна примерочная, еще один сотрудник и еще, еще, может быть. Но для того, чтобы понять, как все это работает изнутри, мне нужно было это все попробовать самой. Поэтому выбран был формат шоурума. И пока я как один сотрудник. Но я не говорю о том, что это конечная точка. Это точка А, скажем так. Ну, это правильно. Точка В будет позже. Это правильно, потому что я сама начинала тоже сама как брофитер, сама работала в примерочной. И только потом впоследствии появился сотрудник, когда ты хочешь себя несколько высвободить, да, потому что надо фокус вместить на другой. Это абсолютно нормально. Я, наоборот, этого придерживаюсь и считаю, что каждый партнер должен хоть какое-то время в примерочной отработать, да, даже чтобы потом, если вдруг какая-то ситуация с клиенткой, чтобы вы могли сделать независимую экспертизу, да, сами как брофитер. И в этом плане. Как вот, я знаю, что цены всех интересуют. Вот у вас обособленное помещение, то есть вы не в торговом комплексе, вы сами себе здесь хозяйка, вы не зависти ни от кого. Когда захотела, тогда открылась. Когда захотела, тогда закрылась. Сколько стоит квадратный метр у Ярославля? В Ярославле стоит квадратный метр тысяча рублей коммерческая недвижимость. Для меня тоже был принципиальный момент, чтобы у меня был отдельный вход, чтобы у меня было отдельное помещение, потому что торговый центр, он не подразумевает вот этой вот приватности, что ли, да, вот, которая требуется при работе с такими интимными частями тела, как женская грудь. Вот, поэтому, чтобы создать вот эту вот какую-то ауру специфическую, да, вот женскую, торговый центр, на мой взгляд, не подходит. Ну, странно, да, когда тебе попрос в торговом комплексе раздеться, прям вот так. Ну, да. И все-таки это не такая покупка, что ты шел там покупать себе ботинки и вдруг решил... А, ну, а не только я скажу на брофите, да? Да, 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 да. То есть это вот не та ситуация, поэтому я думаю, что вариант, когда есть отдельное помещение, это лучший вариант. Ну, вот по поводу запуска, да, возвращаясь к вашему вопросу, по поводу двух месяцев. В принципе, два месяца – это достаточный срок, но хочу отметить, что за эти два месяца нужно выкладываться. То есть это вот срок, скажем так, максимально возможного, максимально быстрого открытия. Да, то есть это не то, что два месяца вот на раскачку. Если раскачиваться весь первый месяц, то за два месяца ничего не получится. То есть, поскольку я вот заранее начала это продумывать и франшизу оплатила уже именно в тот момент, когда у меня уже был четкий план и четкое понимание, чего я хочу и как, вот мне этих двух месяцев хватило. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что вот обучение достаточно долгое и по объему, и потому что даже прослушать всю эту информацию, это нужно иметь время, возможно. А он каждый раз еще увеличивается курс? Да, да, но если тем более увеличивается, тем более, то есть это достаточно большой объем информации, это первое. Это, конечно, его можно совмещать, запараллелить там с какими-то процессами по подбору помещений или что-то, но потом это может накапливаться, как снежный ком, но открыться, пока ты не прошел до конца обучение невозможно. Потом присоединяется обучение по UDS, присоединяется обучение по 1S, человек, который с этим никогда не сталкивался, это большой объем информации. Это прям вот реально большая информация, то есть вот не то, что напрягало, а, ну вот, кажется мне достаточно сложно, это большой объем времени, который нужно потратить на эту информацию. То есть это действительно два месяца, которые должны быть максимально, получается, они максимально насыщены. Да, а еще с учетом того, что есть еще какие-то другие дела, но мысль, я сразу предупреждаю на вопрос, то есть это два месяца не так, что мы как-то вяло текущим, да, это прям мы включим. Мы включаемся в процесс и двигаемся по шагам, то есть этапы, они расписаны не просто так, то есть я специально, на самом деле, выделяю один месяц только на брафитинг, потому что если его запараллелить еще с UDS и с 1S, то там реально дом советом будет. Но вот у меня принцип был такой, что почему мы вначале обучаемся брафитингу, то есть можно было бы поменять местами, да, вначале пройти бизнес-процессом, а потом бы запустить обучение брафитингу. Но тогда у нас выпадает составление товарной матрицы. Вот тоже один такой самый распространенный вопрос, сопротивление партнеров, почему матрица, например, не такая цветная, как вот есть какой-то, то есть у вас было какое-то представление о том, какая она должна быть, и вот вы ее получили, не было ли у вас какого-то разочарования, то есть если оно было бы прям так и говорится, потому что это на самом деле нормальная стандартная ситуация, потому что она отличается от матриц в обычных бельевых магазинах, для салона брафитинга она иная, плюс для каждого региона она своя, то есть у нас нет задублированных матриц ни в одном салоне, у нас практически каждый раз разные составляющие, просто я иду, исходя из региона, исходя из бюджета, который был, вот как у вас по ощущениям, несмотря на то, что был отдельный урок по матрице? По поводу матрицы у меня, ну, честно говоря, никакого сопротивления вообще не было, то есть я удивлена даже то, что у кого-то из партнеров изникают вопросы, да, на этот счет, я, может быть, из-за того, что я сама сходила на брафитинг, только я понимала то, что это вот прежде всего база, да, а потом уже красота, то есть я была абсолютно согласна с той матрицей, которую вы мне составили, то есть меня она абсолютно устроила, то есть да, я сейчас какие-то размеры, например, вижу, что у меня что-то заканчивается, или что-то есть, какие-то пробелы, я туда могу закупить, и мне, конечно, еще вот, ну, помогло то, что она мне не до конца была истрачена, я смогла вот купить то, что вот, ну, действительно, что мне не хватало, да, 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 вот, и я понимаю, что я сама бы матрицу не составила это точно, во-первых, я, когда только приступила, я не представляла даже, ну, какие женщины приходят, то есть все-таки это вот придет, там, 65-й поезд, да, или они придут все в 90-м, ну, я понимаю, что есть какие-то средние, да, но вот где эта средняя находится, это 65-70 средняя или средняя это 85-90, где она вот эта середина, ну, как бы большинство женщин, да, то есть и составить это в пропорциях, опять же, для меня это было, ну, то есть для меня это был плюс, то, что матрицу составили вы, то есть я бы даже и дальше бы, наверное, хотела бы консультироваться в тех вопросах, то есть, ну, что мне, какие размеры лучше взять, какое белье мне лучше взять, то есть в этом вопросе ваш опыт для меня очень ценен, то есть я понимаю, что я тут новичок, то есть понятно, что со временем когда-то я вот научусь это делать правильно, грамотно и, может быть, для своего города более актуально, чем, там, вы мне будете предлагать, да, но вот на данном этапе, на первом этапе ваш опыт, он, ну, пересиливает все мои, скажем так, компетенции в этом вопросе, да, поэтому... Ну, это нормально, конечно, поэтому в этом вопрос франшизы, что вы не рискуете своими деньгами, что у вас будет какое-то белье, которое не будет у вас потом продаваться, или какие-то размеры, которые зависнут. Да, и это как раз возвращаясь к вопросу, почему я не захотела собственный бизнес, да, вот именно мне нужна была франшиза, потому что у меня нет в этом опыта. Я вообще вот по жизни такую занимаю позицию, если тебе есть у кого-то научиться, бери этого учителя, тем более он предлагает тебе эту возможность отдать свои знания, значит, не надо каждый раз самому лично изобретать велосипед. Если до тебя его уже кто-то изобрел, где ей пользуйся? Поэтому вот я считаю, что это самый оптимальный вариант для тех, кто начинает, для тех, кому хочется этим заниматься, но нет достаточной компетенции, недостаточных знаний, чтобы приступить самостоятельно. Зачем набивать собственные шишки, когда есть человек, который уже, который их набил? Да, да, ну, конечно, я с вами полностью согласна, я на самом деле тоже, знаете, если бы у меня был человек, который бы мне подсказал, что надо покупать вначале, что не надо, это вот, это реально очень большой был плюс, потому что вот сколько зависших денег возникает потом, при первых, да, таких матрицах составление, это, конечно, очень большие средства, да, посчитаешь, как в сумме получается. Что еще? Да, я вот хотела по поводу еще вопросов, вы задавали поддержки, да, на этапе запуска. Есть вопросы, которые решаются очень легко и просто, то есть задаешь вопрос, получаешь ответ, но вот чего не хватило мне, то есть на самом начальном этапе какого-то распределения, понимания, кто за что отвечает. То есть вот у нас был создан чат запуска, да, там были добавлены люди, но я не понимала, к кому и по какому вопросу я могу обратиться, то есть, например, что вот Анастасия, это СМН, там, ну, это получается... Как-то странно просто получалось, видимо, вперед убежали тексты, они представляли, ну, они представлялись, видимо, я не продублировала эту информацию, ну, то есть это, скорее всего, мое упущение. Может быть, была Москва уже добавлена, и был какой-то текст там, и когда добавили меня, я, честно говоря, не очень поняла, кто все эти люди и кому мне что спрашивать, то есть я понимаю, что задаю вопрос, мне кто-то отвечает, о, наверное, вот этот человек отвечает вот за это, то есть, ну, вот в этом у меня были сложности. Хорошо, хорошо, что вы сказали, так, вообще у нас система как, у нас есть на гугл диске отдельный файл, где прописаны сотрудники, да, но вообще для всех, да, для всех вообще было сказано, что когда у нас присоединяется партнер, вся команда должна представиться партнеру, ну, это, да, чтобы человек был в курсе, к кому можно, зачем обратиться, это хорошо, что вы сказали. И сейчас у меня такая, например, вопросы, да, возникают, я понимаю, что вот, я не знаю, кто такая Ася, например. Ася, у нас, знаете, человек универсал, Ася может делать, вообще, она моя помощница, она у нас за административную часть отвечает. Вот я, например, спрашиваю, говорю, сверху по счетам, кто мне счета выставляет, я не знаю, вот, она мне написала, что вы, то есть, ну, то есть, вот такие какие-то технические вопросы, я не совсем понимаю, даже вот сейчас, на этом этапе, с кем мне как, Наталья, например, она мне присылает эти… А вот только склад называется. Ладно, хорошо. Я сейчас вам расскажу. Да, то есть, мне вот, чтобы понимать, вот, с кем мне решать, этот вопрос, с кем, этот, с кем, этот, то есть, вот, вот такой вот. Я должна, например, подключить 1С, за какое время я должна купить кассу, то есть, я понимаю, что это должна сделать во второй месяц. А когда? А вот когда именно, и какая, и что первое, что второе, например, что я первое, я UDS первое, там, например, подключаю, либо идет у меня 1С, потому что она там должна с налоговой как-то там вступить в связь. А у нас просто еще очень интересный период получился, что вы как раз присоедитесь в тот момент, когда у нас был вот этот переход с моего склада на 1С, и мы сами вообще не знали, как у нас что будет. И вот это вот турбулентность, но это хорошее замечание, потому что это надо обязательно тоже разнести в эту диаграмму запуска. В какой момент запускать таргет, да, то есть, вот за сколько дней, там, потом уже мне ответил Роман, что там за 10 дней до открытия. То есть, вот, ну, эту информацию, например, если бы я не занималась бизнесом, я вот к этому, да, я там, например, же примерно представляю, как это делать, а если человек, например, который к этому вообще никогда не имел отношения, он про этот таргет, например, вспомнит уже только, ну, поймет, что к открытию. Ну, вот с таргетом я согласна, а вот с чек-листом он вам не помог? Понимаете, вот я его, когда заполняла чек-лист, я понимаю, что у меня уже часть сделана из второго месяца, что-то не сделано из первого. И, то есть, это тоже рабочая схема получается, то есть, это не значит, что вот прям вот нужно делать все по-функту. Ну, то есть, есть просто определенные задачи, которые... Да, 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 но на второй месяц там практически, ну, большая часть сложится организационных вопросов, да. И вот как вот их соизмерить, да, вот соотносить относительно дат. Ну, может быть, кто-то и делает это. Вот у меня вот такая была небольшое затрагивание, вот в том плане, что первично, что вторично. И я еще не думала, что с ЕДСом будет тоже какое-то обучение. Мне казалось, что это вообще такая фигня-фигня, если честно. Ну, на самом деле, в нем нет ничего сложного. Нет ничего сложного, но это тоже нужно выделить на это свое время. Да, послушать эти, хоть и не очень длинные уроки. Но тем не менее. Да, да. Но на самом деле ЕДС постоянно обновляется, постоянно там дополняется функционал. Я его еще, конечно, не доделала, вот прям вот как вот хочется довести дома. У меня он еще не доделал. Ну, это сейчас у вас еще в процессе. Главное, что вы уже поняли, как с ним хотя бы начинать работать, подключать туда людей. Важно наполнять вот эту базу, да, чтобы она собиралась отдельно. То есть это, это да. Наташа, вот как вы, вот даже когда покупали франшизу, то есть у нас был период, когда у нас роялти не было. Да, потом вот у нас появилась роялти. Вы уже присоединяете, когда роялти у нас было. Ну, не было ли у вас вот сопротивления по поводу роялти? Ну, знаете, я просто не знаю франшиз без роялти, наверное, поэтому у меня не было сопротивления. Я, ну, даже не понимаю, как может работать франшиза без роялти, если честно. Ну, можно, можно. Ну, это очень сложно. То есть если ты, я могу сказать, как вот там управляющий партнер, да, что очень сложно развиваться без роялти. Почему? Потому что надо оказывать достойную поддержку, собирать достойную команду. Хороший профессионал стоит денег. И невозможно все тянуть только на оборотах, потому что хочется какие-то вот эти оборотные средства пускать дальше, там, в развитие, в создание своих коллекций, там, вот, как мы там, косметические линейки, там, да, ну, вот, чтобы именно развитие шло. Я считаю, очень даже, ну, приемлемая роялти, для меня это, мне кажется, сумма абсолютно адекватная, то есть процент какой-то платить с оборота, например. Вот это мне было бы обиднее. А тут я знаю, что я заплатила вот эту фиксированную сумму, и дальше я могу взлететь хоть на небеса, да, там хоть миллион заработать, и мне никто не заберет мои деньги. То есть для меня это вот гораздо, ну, интереснее вариант. Ну, я тоже посчитаю, что, ну, вот когда встал вопрос о создании роялти, я посчитала, что да, то роялти, которое закрывает операционные вопросы партнеру и помогает содержать штат специалистов, которые помогают партнеру, да, потому что вряд ли кто-то бы смог взять в штат себе нашего маркетолога. Очень сомневаюсь. Меня зовут Ирина Пищук, сегодня у нас мастер-класс «Как проводить маркетинговые акции, которые дают результат в штуках и в рублях». Я предприниматель такой же, как и вы, работаю в такой же сфере, как и вы, фэшн, но работаю в маркетинге, да. Я 17 лет в продажах, начала работать как студент-промоутер. 10 последних лет я занимаюсь маркетингом именно предпринимательской деятельностью в этом году, мой юбилей. Я эксперт по системе маркетинга и руковожу Академией фэшн-маркетинга. Ученики моей компании разбросаны от Калининграда до Хабаровска и от Канады до Израиля. В этом году, пока было межсизвание между выставками, я подтвердила знания маркетолога номер один в фэшн. Где я обучалась, где я училась, базовое образование у меня по управлению, поэтому очень хорошо вижу, где собственники что-то недоделывают и упускают. По высшему образованию я маркетолог. В общем, про синдром самозванца это не про меня, куча курсов за спиной, ну и в том числе я коуч. Многие ориентируются на масс-маркет, но мы не масс-маркет. Мы не производим в большинстве своем в Бангладеше за 300 рублей, не можем как Зара или кто-то еще продавать по 3000. Просто ну не можем. У нас другая экономика бизнеса, это нужно учитывать. А мне нужно 100 тысяч чистыми. Дальше. Задаем сами себе вопрос и считаем свои расходы. Сколько для этого нужно сделать оборот? Например, нам нужно сделать оборот 300. Дальше. Сколько у тебя средний чек? Это надо посчитать. Если вы не знаете, берете объем продаж, делите на количество чеков и получаете средний чек. Допустим, нам там нужно сделать 48, да, по-моему, 43. Потом она работает 30 дней, 2 чека в день. Чтобы заработать свою сотку чистыми, нужно всего лишь 2 чека в день. Ну согласитесь, это не так много, когда у тебя 10 часов рабочий день. За 5 дней акции относительно предыдущего сезона мы заработали плюс 317 тысяч рублей. Потому что мы подготовились, мы посчитали, мы запланировали, что мы хотим от акции. И мы сделали продажи этих категорий товаров, на которых мы сделали упор, на плюс 317 тысяч рублей больше. Сколько стоит личный консалтинг? Да, я действительно консультирую, но у меня прям жестко по таймингу и времени. Но консалтинг стоит от 300 до 400 тысяч рублей. Если вы решите подойти ко мне и сказать, я хочу индивидуально. Хорошо, давайте индивидуально. Поэтому, если кто-то думает, что сейчас не то время, поверьте мне, вот это моя любимая история, календарь отговорок россиянина. Всегда что-то будет не так. В сентябре будут школы, в ноябре будет Новый год, потом 8 марта и 23 февраля, потом майский, потом дача, потом июнь, а потом август и отпуск. И это круглогодичный аттракцион того, почему вы сделать что-то не можете. Не ищите себе оправдание, берите, действуйте прямо сегодня. Мало кто смог бы взять фотографа и видеографа, тот, кто нам все делает, весь наш контент, тоже просто на разовую съемку. Потому что одиночным салоном выкладывать каждый месяц в бюджет по 70-80 тысяч на съемки, 90 тысяч за маркетологов и других специалистов. Это такой приличный бюджет. И, казалось бы, вроде бы ты делаешь 2 миллиона оборотов, когда ты миллион из этого отдаешь людям, которые просто создают так, чтобы функционировал твой бизнес. Это обидно. Согласна. Ну, как минимум, да? Это мы еще не считаем ни аренды, ни налогов, ни расходов условно на закупку белья того же. Какое у вас... Какое у вас намерение? Чего бы вы хотели? Есть вот так цифра, в которой вы хотите прийти? Вот такой, хотя бы ближайший убеж, на который вы хотите выйти. Ну, опять же, да, я человек, который считает. Вот, я понимаю, что на старте я не могу иметь тех возможностей, которые я хочу в перспективе развить для себя, да? Но я придерживаюсь философии маленьких шажков. То есть я вот когда даже готовилась к открытию, я понимала, что я должна каждый день, ну, хотя бы один маленький шаг сделать. Даже если мне вот сейчас вот совсем нет времени. Вот хоть что-то, хоть какой-то шаг я должна сегодня обязательно сделать в сторону того, чтобы я открылась. Сейчас я также буду делать эти шаги, хотя бы каждый день, хотя бы один, в сторону того, чтобы добиться финансового результата. Ну, я амбициозный человек, я бы хотела полтора миллиона выручки иметь. Ну, это хорошая, хорошая цифра, комфортная, с неё будет приятно. Я буду очень рада, если вы к ней придёте. И на самом деле к ней можно прийти, достаточно просто разложить её, да, как у нас Ирина учит. И в этом, я думаю, что вы всё осилите, просто разложите по цифрам и постепенно дойдёте к ней. Просто очень часто я слышу сопротивление при разборе финансовой модели, якобы эти цифры нереальные, невозможно прийти. Откровением для меня это было, например, когда вот сказал Санкт-Петербург, когда она через 8 месяцев к этой цифре пришла. Мне кажется, что она сама удивилась. Вот, поэтому нет, все цифры реальные, всё, всё сделать реально, если просто делать. Здесь самое главное, что у вас есть понимание, что франшиза это не панацея, да, что это не кнопка по генерации денег, а это придётся действительно работать, и это не простой бизнес, потому что женщины разные, бывают очень проблемные ситуации, разные настроения у женщины могут быть, и это такой специфический бизнес. Про профитинг знают не все. У кого-то есть уже какое-то определённое сопротивление, потому что кто-то где-то побывал, и опыт сложился не очень удачный, и у человека уже есть какой-то сложившийся стереотип, и здесь, конечно, поменять сложно, но при этом я с вами согласна, это очень благодарный бизнес. Я не хочу вас сильно грузить теории, вкратце скажу, что такое профитинг. Бра – это бюстгальтер, фитинг – это подбор, то есть подбор бюстгальтера. Салоны профитинга отличаются от стандартных магазинов размерной сеткой и выбором форм чаши. Каждая из вас была в обычном магазине. Вы все прекрасно знаете, что там 4 пояса и 4 чашки. Это условно 16 размеров. У нас размеров 220. То есть, начиная не от 75-го до 90-го пояса, а начиная от 60-го, заканчивая чуть ли не 120-м, 125-м. Ну, это очень крупные женщины, их, конечно, меньше. Некоторые размеры мы вводим под заказ, потому что, ну, просто это какой-то уникальный, например, размер. Но в то же время чашки у нас могут быть до «М», «Н», «О» и туда. Дальше по алфавиту. Да, женщины такие есть. У нас последний пример был на курсе. Одна из студентов писала, сказала, «Татьяна, у меня клиентка 85О». И вот писала фотографию. Да, я вышла и думала, вот это ого. Ну, последний из таких сложных случаев, это меня приглашали как эксперта на передачу «Награны» по НТВ. Может быть, кто-нибудь увидел? О, классная. Да, да, да. С таким верхушек. Да, вот там была грудь-убийца, да. Вот, и когда мне прислали эту героиню, я думаю, вот такого я еще увидела. А-а-а, я вспомнила. Ее на море отправили потом. Да, да, да. Это первая передача, которую я посмотрела. Да, да, да. Вот, да. Это судьба. Ну, как видите, мои. Вот я тут. Собственно, когда, вот, да, у нее очень, очень большая грудь и большая она еще в том плане, что у нее очень большой птоз, 56 сантиметров. То есть она сама по себе, ну, вы видели, да? Да, да, да. То есть она по себе женщина невысокого ростика, где-то метр 155, и представьте, что 56 сантиметров из этого этот птоз еще. Ну, давайте мы уже будем показывать. Мы сейчас сюда пригласим нашу модель Анастаси Внасти. Проходи, пошел. Я, да. Ну, надо же показывать, чтобы было прям, чтобы вы видели все. Потому что когда ты видишь эти горящие глаза, это перекрывает все остальные какие-то минусы. У меня еще не так много было женщин, да, которые числи на профитинг. Но уже, вот, там, эти глаза, я это уже увидела. То есть как они меняются в примерочной, заходя и выходя. И вот сегодня у нас было, да, два примера, что женщины не хотят снимать бюстгальтер, который им хорошо подошел. И у меня такое было уже тоже. Вот за мою небольшую практику уже это было тоже несколько раз. Потому что, значит, где-то внутри себя все-таки женщины хотят носить красивое и правильное белье. Конечно, конечно. У них не было такой возможности. Как только такая возможность появилась, они ее используют. Ну, я желаю вам дальнейшего роста, успеха. Спасибо. Следующее интервью мы с вами запишем на ваш первый год. Хорошо. Да, посмотрим, какие получились результаты. Я надеюсь, что они будут хорошие. Да, как у вас будет впечатление. Расскажите, как вот это взаимодействие с командой и со статистическими партнерами. Потому что внутри это тоже определенная команда. Я знаю, как многие новые партнеры стрессуют. То есть это же как вписаться в новый коллектив. Но в то же время, кто уже год работает, они уже считают себя такими опытными. Да, да, да. Но на самом деле я вижу, как они всегда помогают и поддерживают новых партнеров. И мне от этого очень... Ну, как бы мне от этого хорошо. Я вижу, что действительно люди, несмотря что, казалось бы, мы должны быть конкурентами, мы же продаем, да. Нет, все-таки внутри есть команда, где каждый работает на своей территории. И все друг друга поддерживают, делятся своим опытом. И вот это, мне кажется, это очень, очень ценно. Ну, а я буду стараться помогать вам дальше развиваться, углубляться в брофитинг, чтобы как можно меньше у вас было сложных для вас ситуаций. Хотя мне кажется, каждый раз мне кажется, что я уже все видела. А нет, бывают уникальные, да, женщины, которые со мной еще думают, что ну вот ты, знаете, я этих женщин единорогами жива. Казалось бы, его не существует. А вот она, вот она такая уникальная. Надо потом книгу об этих женщинах написать. Я думаю, уникальные женщины, собранные на брофитинге. Вот, поэтому растите, развивайтесь. Я думаю, что на одной примерочной вы не остановитесь. У вас есть где разгуляться. Вот, и пусть будут сотрудники, потому что у вас действительно чувствуется потенциал. Тем более, если у вас был опыт руководящей работы, то я думаю, что вам быстро захочется расти. И дай бог, что все получится. Спасибо вам большое. Спасибо вам, Татьяна Большая. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.